...в личных слушаниях по вопросу о краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Основные тезисы были следующие. Размотрев прогноз социально-экономического развития края и проект бюджета на данный период, было отмечено следующее. Социально-экономическое развитие края и уровень доходов бюджета края будут связаны с общероссийскими тенденциями промышленного развития и адаптацией к условиям внешних факторов. Среднегодовые темпы роста экономики края на 3 года прогнозируются на уровне 102%, при этом прирост ВВП планируется в районе 6%. Ключевой рост добавочной стоимости пойдет за счет увеличения производства в добывающем секторе. Значимое влияние окажут металлургия, транспортный комплекс, сфера торговли. Предусматривается увеличение объема производственной продукции сельского хозяйства в целом примерно на 2,5% в период указанных лет. Деятельность транспортного комплекса будет направлена на развитие дорожной сети, модернизацию транспортной инфраструктуры, обеспечение транспортной коммуникации между городом Красноярском и городами края, а также на обновление автотранспортного парка. В строительном комплексе края деятельность будет направлена на вход в эксплуатацию объектов промышленности и инфраструктуры, но в основном это продолжение реализации крупных инвестпроектов в сфере нефтедобычи, угольной отрасли и металлургии. ЖКХ – задача на улучшение качества ЖКХ-услуг и объектов коммунальной инфраструктуры. В области охраны окружающей среды деятельность направлена на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды и охрану природных ресурсов с обеспечением их рационального использования. По данному вопросу перспективы развития тесно связаны с реализацией инвестпроектов в сферах деятельности, таких как добыча полезных ископаемых, металлургия, энергетика, транспортный комплекс. В крае будет разложена реализация государственной политики по переориентации на экспортные поставки в дружественные страны Азии и развитие транспортной логистики в данном направлении, импортозамещение, ускоренную цифровизацию, симулирование предпринимательской деятельности и частной инвестиционной активности. В части демографии прогнозируется снижение численности постоянного населения края с 2,842,000 человек в 2023 году до 2,821,000 в 2026 году. В прогнозном периоде ожидается и низкая рождаемость. Уровень безработицы в прогнозный период планируется сохранить на достигнутом 0,8%. Прогноз денежных доходов населения по структуре существенно не изменится. Оплата труда сохранится в качестве основного источника формирования дохода и будет составлять около 70%. Социальные выплаты составят примерно чуть больше 20% и их основная часть – это пенсии. Прогнозом предусмотрено увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций примерно на 2,5% ежегодно. В области социальных вопросов приоритет – это повышение доступности и качества услуг через реализацию мероприятий государственных программ, включая медицинские услуги, модернизацию школ, расселение ветхого и аварийного жилья, а также развитие инфраструктуры спорта. Вот это основные вопросы, которые были озвучены в плане приоритетного развития нашего края на период 2024, 2025 и 2026 годов.